Сейчас ему 45 лет и он воспитывает пятерых детей, но уже во второй раз официально в разводе. Его первой женой была дочь президента Азербайджана, а второй – амбициозная провинциалка, которая влюбляла в себя только богатых и обеспеченных мужчин. Более того, от каждого она рожала по ребенку, потому ее и обвинили все СМИ в холодном расчете. Кто такой Эмина Галаров и как сложилась судьба владельца Крокос Сити Холл. Наш герой родился в Баку и переехал с семьей в Москву, когда ему было только 4 года. Юность он провел за границей, учась в самых престижных и элитных учреждениях Швейцарии и США. А вернувшись в Москву, стал помогать отцу с гигантской бизнес-империей и даже стал успешным музыкантом. Но Эмин не выступает на корпоративах или закрытых вечеринках. Представьте себе, как сын миллиардера, у которого и так все есть, будет петь и плясать перед провинциальным бизнесменом за какие-то 10 тысяч долларов. Эмин Агаларов поет в свое удовольствие и явно не за деньги. Его первой супругой стала дочь президента Азербайджана и в этом браке на свет появились двое близнецов. Позже молодые родители удочерили еще одного ребенка, и Эмин был счастлив, однако расстояние стало причиной расставания супругов. Агаларов-младший пропадал на работе, часто и долго гастролировал, а жена жила в Лондоне. Когда мальчикам нужно было идти в первый класс, их мама вернулась в родной Баку, и там ее дети пошли в школу. А Эмин недолго был один. Он влюбился без памяти в красавицу-модель Алену Гаврилову. Девушка приехала покорять Москву из Саранска и, как в сказке про Золушку, вышла замуж за прекрасного принца, которым оказался Эмин Агаларов. Алена подарила мужу дочь, но уже через два года супруги развелись. Что произошло в их семье, доподлинно неизвестно, но уже вскоре Эмин объявила воссоединение. Сейчас Эмин Агаларов воспитывает пятерых детей. Близнецов от первого брака и удочеренную девочку, дочь от второй жены и пасынка.